Вот не последний, у меня еще вон там слева, вот я вижу, еще раз, просто пять будет, просто пять будет. Футболистам набраться сил перед автономного сезона. И все-таки хотелось надеть майку сезона? Футболистам всегда хочется играть, но в отпуске, как вы говорите, футболисты отдохнули, но не даст соврать. Мы занимались здоровьем, так скажем. Все хорошо со здоровьем? Ну потихонечку набираем, да. А если с Катаром сыграть? А? Следующая игра уже все, в центре. 12 сентября. Работаем, чтобы попасть в список. Все, спасибо большое. И помним, да? Пишем, пишем так, как я говорил. Спасибо. Да, Георгий, я у вас хотел... Ляль Федорович. Я вас хотел... Можно вот так, близко? Ну, хорошо, вот так. Там ближе, иди сюда. Георгий, я хотел вас спросить, вы оперировали носик. Как у вас с носиком дела? Ну, получше. А что было? То есть носовая перегородка, вам тяжело дышалось? Ну, и то, и чуть другое тоже, да. Поэтому все позади. Спасибо большое, что на протяжении полтора месяца пытались задать мне этот вопрос. Ну, вы не желали отвечать? Да, потому что был, так сказать, в процессе реабилитации. На сегодняшний день, сегодня чуть рискнул, в маске вышел, но, в принципе, все хорошо. Я правильно понимаю, что это диск связан с тем, что это товарищеская игра, и во втором тюре, когда вы возвращаетесь, будете все-таки играть в маске? Я думаю, что... Честно, не знаю, мы еще... У меня еще будет визит к врачу, который меня оперировал. Вы в России делали? Да. Вот, поэтому мы этот вопрос еще решим. Можно мне уже полностью отказаться от маски или нет? У вас нет ощущения, что в этом межсезоне происходят некие тектонические сдвиги? Футболисты переходят из ЦСКА Спартак. Да, из... Он отвлечил. Секундочку, я не хочу. У меня не скажу. Своеобразный вопрос. У вас нет ощущения, что старые порядки, возможно, честь флага была такая советская история, да, возможно, она возвратится, они уходят в прошлое? Что, допустим, настанет время, когда и вы за год до конца контракта уйдете в Зенит. Вы можете себе такое представить? Вопрос в чем? Происходят ли такие сдвиги? Вы чувствуете эволюцию мнений? Тектонические сдвиги? Тектонические сдвиги в ощущении футбольного патриотизма. Футболе происходит в нашем футболе, давайте так говорить, в последний месяц достаточно очень интересных событий, которые очень активно все обсуждают. Прежде всего переходы, о которых вы прямо не говорите, но хотите сказать? Нет, я прямо уже понимаю. Оказывается, в таком футболе бывает. До свидания. Оказывается, в таком футболе бывает, но повторюсь, как я уже сказал вашим коллегам, что каждый случай индивидуально. Что должно произойти, чтобы вы ответили «да» на предложение Зенита? Я призываю вас не торопиться в ответе на этот вопрос. Что должно случиться, чтобы я ответил «да»? Да, на предложение Зенита, учитывая то, что у вас год контракта. Слушайте, все, что касается моего контракта, год в «Спартаке» – это огромное счастье, поверьте мне. Даже день в «Спартаке» – это огромное счастье. Во-вторых, я поправлю вас, что у меня не года год плюс один, и в этом году я планирую сделать так, чтобы у меня плюс один год еще был в следующем году. Если уж о моем контракте хотите поговорить. Да. Поэтому я считаю, что два года в «Спартаке» – это очень хороший остаток контракта, так сказать. Но все-таки та часть моего вопроса. Что должно случиться? Небо упасть на землю. Что-то еще, чтобы вы ответили «да» на предложение врагов из Петербурга? Я в этом даже не думаю. Вот что должно случиться. Как бы вы не хотели от меня услышать какой-то ответ. Георгий, я думаю, что Фернандес тоже никогда в жизни не думал, что такое может произойти. Но он перешел и изо всех сил болел за врагов. Мне очень приятно, что вы меня сравниваете с Фернандесом и думаете, что я поступлю так же. Спасибо большое. Нет, я просто говорю о том, что и Фернандес, я вас не сравниваю. Вы уже сказали. Сергей Александрович, что должно произойти, чтобы вы перешли в агентский синхрон? Я должен выучить китайский язык? Понятно. А Георгий должен заговорить на диалекте Санкт-Петербурга? А в «Нью-Йорк Таймс»? Руслан, подожди меня. Я думаю, что более вероятно, все-таки в агентстве СИХВА я перейду. Понятно. Я начинаю уже учить китайский язык. Георгий, как вам певческие способности ваших новобранцев? Они уже проставились, они спели песню. Вы можете вспомнить свой опыт? Я слышал о том, нам об этом рассказали, что один спел что-то из рэпа, другой что-то из поп-музыки. Вы можете вспомнить то, как вы прописали в «Спартаке». Интересно. И сто раз информация выходит. Во-первых, я не знаю какая у вас информация, но никаких простав не было. То, что… Песни. Песни. Пели песни. Я простава… Извините, что я простава… Георгий, у нас разные понятия проставы. Вы, безусловно, более… Да. Что более… Ну… В этом отношении… Ну, он намекает, как простава на грузинский стол. Что у тебя простава ассоциируется с грузинским столом. Давайте все соберемся. Георгий, как вам певческие способности ваших новобранцев? Молодцы, ребята, молодцы. Хорошо спели, да. Вы можете вспомнить, что вы пели, когда пришли в «Спартаке» зимой? Нет, я не пел ничего. То есть не было такой традиции? Я не пел ничего. Он сейчас поет. Он тогда не пел. Как вы реагируете… Нет, я ничего не пел сейчас. Как вы реагируете на то, что «Спартак» сейчас ищет центральных защитников? Одного мужчину из Хорватии он предпочел зенит, другого сейчас… Серд. Да, другого сейчас… Подпечатал вам под databankerun… Идикаун. Вам тоже на поле подсказывают? Коллеги… Идикаун. Вам же тоже на поле подсказывают? Да, подсказывают, конечно же. Да. Как вы на это реагируете, что «Спартак» ищет центральных защитников? О чем это говорит? Совершенно с такой реагирую, потому что конкуренция сделает нас только сильнее. Я помню наш разговор короткий в Санкт-Петербурге, когда вы сказали, что наш переход в Азию неизбежен. У вас нет ощущения, что маятник качнулся в обратную сторону? Я об этом уже говорил не раз, что после того интервью, после того сказанного, на самом деле много изменилось, многие люди высказали и, конечно же, в приоритете, объективно проанализировав все, остаться в Европе. Мне бы хотелось. Скучайте по международным матчам? Вот сейчас есть это что-то новое чувство по сравнению с чемпионатом России и то, что вы сейчас испытали? Или это все-таки товарищеская история и не так будоражит, как то, что у вас было в Риге Европы? Ну, есть международные официальные игры, а есть товарищеские такие игры. Понятное дело, что это разные вещи. Вы общались с футболистом, которому не идет форма «Зенита» и его непростой период? Конечно. Он очередной титул взял. Давайте поздравим его. Я его поздравляю. Да? Вы общаетесь? Нет, я просто поздравляю. А вы виделись после игры? Нет, мы не будем всем все рассказывать. Ну, что же, Майк, как бы то? Да, это он тебе предлагает, не всем все рассказывать. Георгий, каковы шансы Спартака на титул, что вы догоните Бакаева? Пошли, Федорович, пошли, я тебя буду держать. Спасибо, Георгий, да. Спасибо, Георгий, да.